Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Есть в Москве сквер. Сквер носит название «Сквер полководцев». Только вот дело в том, что полководцев в сквере нет. А теперь здесь проходят фото-выставки «Росконцерта», здание которого находится здесь рядом. И вот сейчас здесь проходит выставка творчества одного режиссера. Надо сказать, что сейчас я походила по этому маленькому совсем скверику. Здесь играет музыка классическая. На стендах фотографии из жизни дирижера. Здесь фотографии артистов. Росконцертные такие вот теперь здесь стоят. И если прислушаться, вот там вот, где стоят фонари, на них громкоговорители, так это достаточно тихо, но слышно играет музыка. Так, а я вам сейчас расскажу о самом сквере полководцев, где нет полководцев. Сквер был открыт 7 ноября 2015 года в годовщину знаменитого парада 1941 года. Тогда торжественную церемонию, проведенную Российским военно-историческим обществом, возглавили министр культуры России Владимир Медынский, актер и режиссер Никита Михалков и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В ствере были представлены 10 скульптурных композиций. Первая «Смоленская дорога» открывала выставку образом солдата, который в 1941 году под натиском немцев отступал к Москве. Рядом стояли бюсты полководцев из разных исторических эпох – Кутузов, Багратион, Лазарев, Беллинсгаузен. В центре друг против друга стояли памятники маршала Победы Георгию Жукову и Георгию Победоносцу, сражавшемуся со змеем. В дальнем углу ствера располагалась точная копия памятника фронтовой собаки, которая была установлена на Портлонной горе в 2013 году. Все скульптуры в ствере были застрахованы, велась охрана круглосуточно. Также здесь стояла скульптура медведя, который собой растворял Россию. В общем, было это все вот так. Я вам сейчас покажу сюда фотографии, вставлю, как это было, какой это был ствер. И почему-то все памятники и лавочки из ствера исчезли. Здесь также был большой экран, на котором транслировалась информация о сражениях и героях войны. Он был выключен. И оставшиеся из-под бюстов полководцев бетонные фундаменты были разрушены отбойными молотками. Почему так случилось, причины таких мер неизвестны. Между тем, якобы было сообщено в Новой газете о том, что в ствере якобы были установлены незаконно эти все памятники без согласования соответствующей комиссии. Предполагалось, что эта экспозиция будет все время обновляться. Но вот как раз в октябре 2019 года скульптуры начали ломаться и уничтожаться. Я видела память о фронтовой собаке и несколько скульптур на территории военно-исторического общества. У них во дворе это стоит. Ну, возможно, остальные тоже куда-то там, наверное, перенесли. Вот так вот остался такой вот сквер полководцев без полководцев. Наверное, все дело было в том, что в этом здании раньше находился организация, которая занималась вот этими вот различными военно-патриотическими делами. А потом сюда въехал Росконцерт и сменился, значит, как бы хозяин здесь. И теперь они переехали в другое место и стали устанавливать срочно свое место, где установили бронзовых истуканов под конспиративным названием «Правитель России» от Рюрика до Ельцина. И я показывала вам эту аллею полководцев уже в другом месте. А здесь за этот сквер стал отвечать въехавшее в здание Росконцерт. Ну и, соответственно, Росконцерт сюда стал выставлять свои уже тематические стенды. Возможно, здесь появятся и другие бюсты, памятники, посвященные артистам или музыкантам. Так и будет у нас. Въезжает кто-то, ставит свои памятники. Выезжает, въезжает другой и ставит свои. Вот такая история этого маленького сквера, который находится на Потаповском переулке при пересечении с Архангельским переулком. И по-прежнему носит название «Сквер». Продолжение следует... Ну вот и все на сегодня. Вся история этого маленького сквера в центре Москвы, недалеко от чистых прудов, на Потаповском переулке. В Потаповском переулке. Я с вами на этом буду прощаться. Я всем желаю всего самого-самого доброго. Всех благодарю за просмотр моих видео. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.